Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем кинопоказ фильмов, связанных непосредственно с джазом. То ли через режиссерскую работу, то ли через наполнение фильмов джазовой музыкой, через участие оркестров. В общем-то, это огромный калейдоскоп музыки, судеб, традиций. Вы помните, что прошлый кинопоказ был посвящен творчеству выдающегося американского кинорежиссера, актера, обладателя самых престижных премий в кинематографии Клинта Иствуда. Мы не могли пройти мимо этого выдающегося мастера, потому что через все его фильмы, во всяком случае через большинство фильмов, проходят джазовые темы. Или в этих фильмах участвуют музыканты. Дело в том, что Клинт Иствуд и сам композитор, и большой друг многих выдающихся музыкантов мирового уровня. Прежде всего, конечно, музыкантов Соединенных Штатов Америки. Вы знакомы с его творчеством по спагетти, вестернам Серджио Леоне, по мелодрамам, по фильмам боевикам, по гангстерским лентам. И тем не менее, Клинт Иствуд, которому в этом году исполнилось 83 года, нежно предан джазу, его истории, его героям. Он выдающийся знаток и коллекционер, участник оргкомитета, будет говорить русскими терминами, Монтерейского международного джаз-фестиваля. И много делает для того, чтобы джаз звучал и был популярен на родине, и у себя, прежде всего, в США. Потому что мы представим карту, если Соединенных Штатов Америки, то джазовые уголки в основном сосредоточены на северо-востоке, в Нью-Йорке, на западном побережье. Основное пространство Соединенных Штатов, оно проветривается музыкой карты и прочной, видимо, популярной музыки. Вы видели, наверное, Клинта Иствуда фильмы, где он выступил в качестве композитора. Ну, допустим, «Мосты», «Обруга», «Мэдисон», «Черное сердце», «Доброе сердце», «Доброе сердце», ну и так далее. Их очень много, этих фильмов. Я не буду останавливаться на том, что писал в качестве композитора Клинт Иствуда. Я просто хочу сказать, что у меня было намерение показать вам один из фильмов, где звучат популярные джазовые темы, в частности, «Мисти», знаменитая мелодия Эрла Гармана. Фильм так и называется, «Play Misty for me», сыграет для меня Мисти. Но я решил, что разговор о творчестве Клинта Иствуда надо завершить чем-то ударным, потому что впереди у нас другие режиссеры, мы будем говорить в следующий раз о творчестве Вуди Аллана. А вот сегодня я хочу вам показать уникальный фильм-концерт, в котором участвуют выдающиеся мастера американского джаза, собравшиеся 17 октября 1996 года в Карнеби-Холле, в этой цитадели академической музыки. Но и, как вы знаете, 16 января 1938 года, когда в Карнеби-Холле выступил оркестр короля свинга Бенни Гудмана, тем самым был открыт доступ джаза в этот храм классической музыки. Я думаю, что в этом году мы проведем специальный концерт, посвященный 75-летию того легендарного концерта Бенни Гудмана в Карнеби-Холле. Но вернемся к Клинту Иствуду. Сам он считал, что истинно американский вклад в мировую культуру состоит из трех составляющих. Это блюз, это джаз, и это вестерн. И надо сказать, что в каждом из этих жанров Клинт Иствуд оставил, и я думаю, будет оставлять свои следы. Вспомним хотя бы фильм Мартина Скорцезе «Блюз», состоящий из нескольких фильмов. Их режиссеры были выдающиеся мастера мирового кино. Один из них Клинт Иствуд, который представил в этот сборник, он вышел в количестве шести или семи DVD-дисков, фильм «Блюзом покладившим», где он берет интервью по замечательных музыкантов, блюзменов и мастеров джаза о блюзе. Так вот, музыканты, которые играли в его фильмах, а перед этим мы с вами посмотрели фильм «Птица» «The Bird» о судьбе Чарли Паркера. Так вот, многие музыканты, которые привлекались Клинтом Иствудом в качестве сопровождения фильмов, участвовали в записи саундтреков, решили в конце концов за долголетнюю карьеру Клинта Иствуда как-то его отблагодарить, посвятить ему. Это очень джазовая традиция посвящений, выступить в честь, выступить с целью поднять имя музыканта и отдать ему должное за все, что он делает. В данном случае в джазе. И вот такой концерт, я считаю, что этот концерт уникальный. Собрать таких звезд в Карнеги Холл только для того, чтобы сказать «Клинт, мы тебя любим, спасибо тебе за то, что ты привлекаешь нас в записи саундтреков, за то, что ты вставляешь потрясающую джазовую музыку в свои фильмы и мы всегда можем найти у тебя понимание». Вот такой концерт уникален. Я хочу лишь сказать, что сегодня вы увидите выдающихся мастеров джаза в этом концерте, вы услышите ведущего, вы увидите Клинта Иствуда, который приглашается на сцену Карнеги Холл, чтобы сыграть джемсейшн вместе с участниками концерта. Вы увидите его сына со своим ансамблем, Клинта Иствуда, младшего, из Иствуда, младшего. Концерт очень яркий благодаря тому, что в нем принимают участие такие звезды, как Кенни Барон, пианист, как тромбонист Слайд Хэмптон, саксофонист Джеймс Муди, пианист Хэмпт Джонс. Из этой огромной компании, здесь вы увидите примерно 25-26 номеров, включая джемсейшн, такую компанию собрать было сложно. Это раз, во-вторых, концерт исторический в каком-то плане, потому что иных уж нет, а те далече. Ушел из жизни Джеймс Муди, ушел из жизни Хэмпт Джонс. Вы будете смотреть концерт и наслаждаться, потому что в жанре фильма-концерта джазового это, пожалуй, одна из самых интересных, ярких работ, лишенная какой бы то ни было чопорности, официоза. Это добрый сбор старых друзей, которые знают друг друга много лет и которые собрались, чтобы подарить и публике, и участникам, и самому Клинту Истуду огромный джазовый подарок. А сейчас смотрим фильм Клинт Истуд в Карнеги Холл 17 октября 1996 года.